Всем привет! С вами Комаров Виталий. Сейчас уже время 11 часов. И есть новенькая информация. Как я не хотел, больше про Белозерцева что-то рассказывать не получается. Есть новостя. И довольно-таки интересная новость. Первое. Он у нас почетный гражданин города Пензы. Что ему дает это звание? В свое время он будет на пенсии получать дополнительно 15 тысяч. Как говорится, копеечка да в карман. Он у нас еще оказывается орденоносец. Всяких всевозможных регалий каких-то там. Что естественно ему тоже за это денежка. И самая-самая-самая интересная новость, ребята. Как бы это сказать-то помягче-то. Это вот у нас в России это, наверное, впервые такое, когда разоблачают избирательные участки. Представляете? В Бессоновском районе. Это когда мы выбирали в 20-м году, 13 сентября, губернатора и Государственную думу. Так вот, в Бессоновском районе 1324 избирательных бюллетеня. Ну, они пополам. Половина за губернатора, половина за думу. Они были сфальцифицированы. Вот была бы сейчас моя бабуль покойная и жива. Она бы сейчас сказала. Ой, и чего же такое творится? Да, вот творится такое. При том, при всём, что проголосовало настоящих людей, живых, которые пришли, проголосовали всего лишь 204 человека. То есть 1324 – это получается 600… Сколько там? На 600 копейками людей получается. Это просто-напросто приписанные. Вот 1324 бюллетеня рисовать – это вот нужно ставить нужного кандидата в клеточку. Вы уж догадываетесь, да? Кого? Это ж каким Пикассотто надо быть, а? И это только в Бессоновском районе. И как я предполагаю, чистка пойдёт дальше. Представляете, как сейчас горит одно место у многих-многих главадминистрации. Достаться может всем. 1324 бюллетеня нарисовать. Просто так. Я теперь ещё понимаю, почему это такая трудная работа. Это же… Пойди, столько нарисуй, а? Вот так вот. Вот такие вот новости. Не хотел я про Белозёрцева. Ну вот. Я уже уж не говорю, что это последний. Может быть, ещё что-то прилетит интересное. Расскажу. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...